Всем шалом! Сегодня у нас в гостях Игорь Михайлович Беренштейн, представитель Российско-Израильского делового совета. Шалом! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим, во-первых, о менеджменте и, во-вторых, каббалистический момент всего этого сотружества, сообщества, отношения между руководителем, бенефициаром и его подчиненными. Мы сейчас снимаем этот ролик в такой очень важный период для всего мира с Ферата Омер. И сегодня у нас девятый день Омера и по стечению обстоятельств по каббале этот день называется Гвура Шебегвура. То есть Гвура, которая в Гвуре. Я не буду объяснять, потому что в процессе наши зрители поймут вообще суть этого момента. Всем известна история, когда Моше предстал перед Богом и отказался вести еврейский народ, выводить его из Египта, ссылаясь на то, что у него есть недуг речи. На что Всевышний сказал, не волнуйся, я тебе назначу твоего брата, который будет твоим заместителем. Ты будешь для фараона символ божественности, а брат твой, он будет передатчиком информации. То есть твой брат фактически будет играть очень важную роль. Я хочу тебя спросить в процессе нашего разговора, потому что ты знаешь, что такое бизнес, что такое менеджмент, и вообще нужен ли вообще заместитель? Флагом является руководитель, а фундаментом является его заместитель, который со своей командой создает те условия, позволяющие бенефициару свои идеи воплощать в жизни, достигать результата. Очень важно ты подчеркнул, что Арон, он жил в Египте. Это была его команда. Вот ты знаешь, я уловил интересный момент для меня, например. Моше не знал Египет. Моше не был там, он ушел оттуда, будучи молодым человеком, он сбежал. И за это время выросла новая группа людей, которая населяла страну. И Арон жил с ними, он жил, он знал этот народ изнутри. То есть ты говоришь, что, в принципе, он должен быть выходцем из этой группы, он должен быть знакомым со спецификой этой группы? Команду должен собирать заместитель. По идее? Да, потому что это инструмент, которым он должен заместитель управлять. Если ему навяжут неквалифицированную команду или по блату, как это бывает в сегодняшних реальностях, возьми моего сына, возьми мою дочь. А человек не соответствует тем навыкам, опытам, функционалам. Поэтому заместитель должен иметь право, то есть ему первое лицо должно делегировать право на подбор команды. Интересно, что когда эти два брата зашли в Египет, складывается такое впечатление, что Арон, он выполняет основные функции. Муше Робейну стоит где-то наверху, а Арон, он исполнитель. Обратите внимание, он в основном все удары египетские сделал он. И не важно сейчас причина, почему. Потому что Муше не мог, например, он был благодарен Нилу за то, что он его спас. Поэтому эту функцию карателя, так скажем, выполнил Арон. Но в любом случае, иногда, наверное, бывает такое, что заместитель или как исполняющий обязанности, назови его как хочешь, он выполняет более важную функцию, и они на одном и том же статусе. Несомненно, в бизнесе, в нашей жизни, в светской, бывает так, что заместитель может быть выше даже своего руководителя. А можно пример какой-то? На сегодняшний день при взаимодействии с заказчиком на всех уровнях идет заместитель решать определенные вопросы. То есть первое лицо не участвует? Первое лицо не участвует. Если первое лицо делегирует своему заместителю ответственность без ограничений, второе лицо, то есть заместитель, иногда поднимается выше своего первого лица. Так это видно людям, которые его встречают? То есть не зная первого лица, они его воспринимают? Да. То есть можно не представляться, но по твоим действиям, по твоим совещаниям, по твоим результатам, которые ты начинаешь получать при взаимодействии с заказчиком, заказчик понимает, что даже если придет первое лицо, они не будут с ним разговаривать. Есть интересный второй пример, просто интересно, я вспоминаю вот так в процессе беседы, очень часто герои Писания, то есть те, кто участники, они обращаются к ангелу Бога, как к самому Богу. Обратите внимание, просто вот говорят Всевышний, почему? Потому что он представляет Всевышнего. Я понимаю, интересный момент. Хорошо. Вот звучат в твоих словах несколько раз такое слово, как ограничение. Обратите внимание, в Торе ограничение представлено словом гвура. Гвура – это ограничение, это критика, исполняющий обязанности или посланник, или заместитель, назовем его по-любому, он ограничивает действия первого лица или наоборот? Есть разные ситуации в жизни, в бизнесе, где нужно ограничивать действия первого лица. Потому что он флагман. И в том случае, когда флагман начинает интересоваться бизнес-процессами, он может навредить. Потому что он не знает деталей. А в деталях скрываются результаты. Можно сказать, что детально, не изучив вопрос, принимать решение или давать команду на выполнение каких-то задач, ни в коем случае нельзя. Только детальное изучение каждого бизнес-процесса. А этим делегирован непосредственно заместитель. У нас есть два понятия в Кабале. Малхут и понятие гвура. Написано, что мы вышли с Египта с помощью гвуры. Именно с помощью гвуры. Дальше. Что такое гвура? Это некая сила, которая может ограничить все силы и вырвать, например, народ из Египта. С другой стороны, царь, ассоциация с царем. Какая у тебя ассоциация с царем? Малхут. Вот ассоциацию чисто человеческую. Царь, которому надо верить. Человек или без веры в своего царя, без доверия своему первому лицу, народ не сможет двигаться. То есть я считаю, что, я так думаю, не знаю, что в первую очередь в любых и духовных, и бизнес-процессах должно быть доверие и уважение. То есть царь... После веры, конечно. Царь это человек, которому верят безукоризненно. Причем вот такое понятие монархия, это очень важно. У евреев понятие царь, это очень важно, потому что Бог тоже называется царь. Дальше. У тебя не создается впечатление, что царь он некий отдаленный такой, вот где-то там сидит высоко? Так у нас же Тора учит, что если не будет сокрытого, не будет раскрытого. Поэтому царь должен быть всегда сокрыт. И мы должны всегда, народ должен всегда изыскивать, мне так кажется, изыскивать какие-то те скрытые аспекты его характера, его деятельности и так далее. Мы не знаем, так же, как мы не знаем по поводу Всевышнего. Мы все время раскрываем что-то, поднимаемся выше, выше и выше, для того, чтобы понимать какие-то вопросы, которые Всевышний нам спустил. И так же и у царя. Царь не обязан рассказывать всем, почему он так поступил. То есть, если есть доверие и уважение, мы должны верить, что так должно быть. А если ты хочешь более глубже и с пониманием подойти к вопросу, эмоции, наверное, должны отойти, вступить в силу знания. Человек должен изучать политэкономику, изучать те законы, которые наш царь дает народу, встречаться с уважаемыми людьми, которые уже имеют определенный статус. По бизнесу учиться у них, да. И тогда уже у тебя раскрывается, почему этот царь так поступил, почему... Если вообще нам интересно. Если нам интересно, нет. Но обычно же все на эмоциях, да, там царь что-то сделал, да, а это вроде бы... Босс сказал, а что-то непонятно. А это противоречит как бы каким-то моим сегодняшним понятиям, да. Это мне напоминает немножко другую схему, как это работает. Есть Всевышний, который представляет сокрытый вообще мир. Он называется в Кабале Альма де Иткасья. Есть праведник, который доносит до него, хотя он и так знает, чаяния народа. Для того, чтобы попасть к нему, нужно быть в хороших отношениях с праведником. То есть вера в праведников – это основа иудаизма. Написано иммунаба цадиким. Окей, мы возвращаемся назад к Гавурии. Итак, есть Мелех, есть власть. Это благородный аспект, который иногда не касается вообще народа. Но, с другой стороны, он очень заинтересован, чтобы народ жил, процветал. И ему тоже от этого будет хорошо. И здесь опять мы видим вот это, или это Малхут, или это Гвура. В данном случае исполнитель. Он исполняет роль Гвуры. Он устрожает. Вот у меня вопрос такой. Какая основная его задача? У него не может быть только Гвура. Не может быть только Хесед. Не может быть только Теферед. У него должно быть в совокупности все. У царя или у заместителя? У заместителя. Заместитель, мне так кажется, должен обладать всеми качествами сферот, которые наделены. Прекрасно. Наделен человек. И уметь ими управлять. Потому что мы все наделены сферот. Но кто-то в большей степени преобладает. У кого-то Гвура. У кого-то в большей степени Хесед. Человек, который где-то там наверху, он проявляется в основном как царь, Малхут и как Гвура. Теперь, если он захочет пуститься вниз к своим служащим, не гоже царю, например, заискивать или искать компромисс со своими. Для этого у него есть его заместитель. И здесь, как ты сказал, я тебе очень благодарен. Именно его заместитель должен обладать всеми вот этими моментами. Давай вспомним с тобой. Основная вещь для компромисса – это год. Есть пятая сфера. Она называется «Благодарность и смирение духа». Иногда он должен этим обладать. Нужно ли ему смирение духа? Я помню, когда у нас был урок, связанный с тем, что царь Давид радовался и плясал в народе, как сумасшедший, когда мешкан перемещался с одного места. Когда вернули мешкана, вернули евреи. И его жена ему сделала даже замечание о том, что ты оделся, вел себя как шут и так далее. То есть в какой-то момент времени царь интегрировался именно в народ. Но это был тот момент времени, когда надо было, наверное, ему Всевышний подсказал это. Он может спуститься в народ, в какой-то корпоративе где-то танцевать? Обязательно, он должен так. Любой корпоратив, который день рождения какого-то сотрудника, где руководитель также присутствует, то есть первое лицо присутствует, руководство всего присутствует. И сидят все за одним столом, едят все одну и ту же пищу кошерную, запивают хорошим кошерным вином. Но когда после застолья люди начинают собираться, некоторые идут курить вместе, некоторые какие-то светские беседы, духовные беседы, все находятся. Ты хочешь сказать, что он идет с ними к курилку? Почему нет? Первое лицо! Мне трудно представить, что первое лицо спускается в курилку. На мероприятиях, на спорте и на музыкальных мероприятиях все равны. Если мы говорим про кого-то очень высокого, ведь если ты привел пример Давида, Давид танцевал перед Богом, хотя это видели люди. Давид, подчеркиваю, здесь очень важный момент. Для Бога я простой клоун, я простой человек, но для народа я всегда останусь царем. И здесь я понял одну вещь, вот как я это учил, ты понимаешь? Для Всевышнего, перед Всевышним, руководитель, босс, маленький, большой, если он это не почувствует, что он такой маленький перед Богом, он не сможет руководить народом. И может быть именно из этого чувства народ будет считать его всегда царем и уважать. Мы не будем сейчас с тобой спорить, я во всяком случае не хочу, дадим это, как говорится, на обсуждение нашим зрителям. Может они что-то напишут там, какой-то комментарий, может ли, как воспринимается. Мне очень тяжело, вот я все-таки, мне тяжело воспринимать какого-то очень высокого человека где-то там в курилке. Но с другой стороны, даже если он это делает, он должен для них всегда остаться уважаемым человеком. Мне так кажется. Теперь скажи, пожалуйста, если мы уже так углубляемся в моменты, вот эти вот моменты отношений. Может ли управляющий, сейчас мы переходим на, как говорится, на его сторону. Может ли он, с одной стороны, улыбаться и даже где-то смирение духа перед работниками. И может ли это делать хозяин? Может быть он поэтому его использует, чтобы он сделал некий компромисс. Ну, вообще, время, которое является самым ценным у нас и у руководителя первого лица, и у его заместителя, если это берется в основу после того, когда первое лицо делегирует отношения с народом через своего заместителя, через свою правую руку, то уже по ситуации, уже человек в народе может реагировать на ту либо иную эмоциональную отношение между людьми. Нельзя, условно говоря, выучить. Это не математика. Отношения между людьми, это никакой математики здесь нет. Дважды два, четыре, ты можешь поругать человека, ты можешь сделать ему замечание, выговор. Но следующий лист, когда ты переворачиваешь книги бизнеса, ты, как будто ни в чем не бывало, ставишь ему задачи и просишь от него те результаты, которые ты от него ожидаешь. Никакой не должно быть злобы к этому человеку, никакой мести в его сторону, что вот я его поругал, условно говоря, наказал его, лишил его премии и все, я на нем поставил крест. Ни в коем случае. Человек имеет право ошибиться, он ошибся. Дай возможность этому человеку вернуться. Окей, есть у меня, ты знаешь, ты меня сейчас навел на интересное мысль. В Талмуде есть вопрос, который задает Раби Акива, Раби Нахуния Бенакана. Был такой старец. Он его спросил, как ты дожил до таких лет. Ты знаешь, он очень интересную вещь ответил. Он говорит, я никогда не злился. Я шел на компромисс в спорных имущественных вопросах и не брал подарки. То есть, ты понимаешь, три вещи важнейших, которые он сказал. Знаешь, я думаю, что это непосредственно относится к бизнесу. Вот скажи, пожалуйста, как может человек, который, например, вот ему, бывает же такое, что руководитель непосредственный, ему несут подарки, иногда дорогие. Он может после этих подарков, ну, я боюсь назвать это взяткой, он может после этого, ну, вот этого человека критиковать объективно. Не ёкнет у него внутри. Смотря какие люди... Какие подарки? Потому что нету никаких отношений, связанных с ты мне, я тебе. Ну, можно ли все равно, вот люди, человек он человек. И есть люди, которые ищут какую-то лазейку, знаешь, вот к сердцу своего босса. Есть больше ищут, есть меньше ищут. Есть, видишь, мудрец сказал, причем это не закон. Это не закон. Царь Соломон пишет, ненавидящий подарки будет жить долго. Так написано. Почему, кстати, объясняется долго? Потому что когда ты, Рабинахуни Абанакана, он был главой мудрецов, и он вершил суд. Можешь себе представить, если кто-то тебе принес подарок, а ты должен вынести вердикт потом. Этот подарок, он будет мешать, ты можешь быть необъективен, и грех, который этот человек потом дальше будет грехи делать, они будут как бы на тебя. Грехи укорачивают жизнь. Тут то же самое. Человек будет делать какие-то нарушения. Ты даешь надежду, да, человеку? Ты даешь надежду, понимаешь? Я думаю, что такое должно встречаться сплошь и рядом. Оно всегда встречается и будет встречаться, потому что человеческая суть, она так устроена, что человек думает, что если он принесет какой-то подарок, значит он сделает то действие, которое позволит смягчить а либо приговор в его сторону, либо принять то решение, которое ему выгодно и связанное с развитием бизнеса и все остальное. Можно ли запретить где-то вот в таком вот, на таком поприще людям быть вот в таких вот отношениях, чтобы подарки один другому дарили? Многие даже говорят, что нельзя, опять же, я не знаю, ли вообще это принято, нельзя быть в таких панибратских отношениях из-за этого. Я думаю, что человек, который принимающая сторона, да, подарки, он должен, а, разбираться в том человеке, который дарит подарок, от чистого сердца это или с каким-то умыслом, это первое. Второе, если у него есть сомнения, он должен дарячему сказать большое спасибо и обозначить одной фразой то, что это отношение, связанное с подарками, которые ты мне принес, ни в коей мере не связано будет с теми делами, которые мы планируем с тобой делать. Это вообще, ты знаешь, кстати, это очень важно, обозначить, чтобы она дежит. Я тебе даю подарок, а ты обозначаешь мне другой подарок подарком, но... Я сказал это грубо, но я сказал это как-то так, лаконично, да, а на самом деле в разговоре, который состоится обязательно у человека между дарящим и получающим подарок, да, то есть надо обозначить ему и дать понять, по крайней мере, чтобы не было у него никакой надежды. Это еще сложнее, если ты даешь надежду человеку, а потом поступаешь так, как по закону, то есть человек, который дает тебе подарок, он сразу в надежде на то, что ты взял подарок, поблагодарил его, посидели, сделали лыхаем, все отлично, и никакого сопровождения нет, и человек дарящий, он уходит с надеждой, что, о, отлично, все, мне ничего не сказали, все хорошо. Ты считаешь, что надо сказать? Как-то обозначить, я не говорю, что прямую как-то сказать. Хорошо, вот я, теперь такой вопрос. Значит, мы говорим сейчас о неком главном менеджере, которого назначил вот этот бенефициар. Вот обратим внимание, все больше мы подходим к моменту, что это не просто критика на критику, это еще критика любви. То есть этот человек, или наоборот, любовь к критике. Этот человек ограничивает свои действия посредством того, с кем он умеет делать, на каком этапе, где и как. То есть это, мы видим, что гвура, это важнейший, вот гвура, еще раз, умение критиковать, ограничивать, то есть там не нужно что-то сказать, там не нужно промолчать, это все ограничения, пока болеет. Это важнейшая вещь, без этого, я так понимаю, что никакой менеджмент невозможен. Невозможен, конечно, ни в коем случае. Возвращаемся к главному лицу, или как ты его называешь, первое лицо. Первое лицо закрыто в своем кабинете. Может быть, он где-то там живет, в какой-то стране, у него вообще нет дела до этого. Теперь у меня вопрос. Ты знаешь, он назревает в связи с многими событиями, которые проходят в мире. Жил себе человек, поливал цветочки у себя в огороде или на плантации. Наслаждался жизнью, у него есть 5-10 каких-то больших предприятий. И вдруг ему сообщают, ты знаешь, есть проблема финансовая. Наши мудрецы говорят, если хочешь проиграть деньги, найми работников и иди спать. Должен ли он постоянно быть на чеку и проверять даже своих менеджеров? Или он должен поставить такую иерархию, чтобы вообще не было проблемой? Или, кстати, поставить своих детей, родственников. В тот же момент. Второе, если ты можешь немножко мне объяснить. Я считаю, что человек, являясь бенефициаром и основным платильщиком, и владельцем тех дел, того бизнеса, он быть должен на чеку всегда. Как это проявляется? Даже по отношению к себе. Потому что иногда эмоциональные всплески, которые происходят у первых лиц, они вредят самому первому лицу. Поэтому если ты не научился управлять собой, своими эмоциями, как первое лицо, как бенефициар, и ты отпускаешь вожжи и на 100% делегируешь управление активами своим заместителем, своей команде, то ты действительно можешь проиграть. Находясь в нынешних реалиях, из опыта и практики, которые сегодня непосредственно наш совет сталкивается, очень много людей, которые разворачивают свою лодку. Некоторые не разворачивают, а топят ее сами, эту лодку. Не натягивают паруса, забывают об отношениях, которые сложились десятилетиями. Это не за 15 минут, что мы подружились, познакомились, а с которыми прошли определенный путь, и жизненный, и производственный, и по бизнесу. И многие люди подвержены внешним воздействиям. И поэтому пока на сегодняшний день первое лицо, бенефициар, должен всегда быть на чеку. Всегда. Знаешь, я, во-первых, хочу тебя благословить и пожелать тебе с Божьей помощью, чтобы ваш деловой совет российско-израильский, чтобы он наверстывал, наверстывал, наверстывал. И все больше и больше людей к нему привлекал. Бенефициаров. Я хочу еще нашим зрителям сказать, во-первых, мы очень благодарны Игорю Михайловичу Боряновичу, что он пришел к нам. Я думаю, что в следующий раз, вот у меня такая тема назрела, когда приходит бенефициар или первое лицо в свои неограниченные огромное количество офисов, вдруг в каком-то офисе он сталкивается с тем, что его вообще забыли и не уважают. А тот, кого он назначил, он человек, который, как говорится, принимает в себе все и заменяет его как-то, и тут как поступить и так далее. Ну, с Божьей помощью это в следующем нашем ролике. Я очень тебе благодарен. Рэбби, спасибо вам, что вы пригласили. Шалом-шалом и всем нашим с Божьей помощью зрителям. Мы желаем Машиаха, Машиаха, Машиаха. Амин. Шалом-шалом.